МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вторник, 31 мая. В студии Никита Евсеев. О последних городских событиях расскажем далее. Смотрите в выпуске. Более 17 тысяч человек в Свердловской области написали единый государственный экзамен по русскому языку. Инициатива снизу. Новоуральцы предлагают создать товарищество собственников жилья, объединив 10 домов в центральной части города. Предприниматели Новоуральска отметили свой профессиональный праздник в Доме культуры Уральского электрохимического комбината. 32 работы, многие из которых еще не видела широкая публика, представил участник Союза журналистов России Дмитрий Витошкин в детской художественной школе. В Свердловской области завершился единый государственный экзамен по русскому языку. Работы по этой дисциплине написали 17 824 11-классника. 99 из них – выпускники прошлых лет. ЕГЭ прошел без технологических сбоев, но по данным регионального министерства общего и профессионального образования с экзамена за использование телефона был удален один человек. Основной период сдачи единого госэкзамена продлится до 20 июня. С 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. А сегодня всероссийские девятиклассники сдавали обязательный экзамен по математике. Состоит он из двух частей. Первая направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. Вторая – на выявление владения материалом на более высоких уровнях, необходимых для поступления в технические вузы. В этом году никаких существенных изменений в экзамен по математике для девятиклассников внесено не было. Тем не менее, вопроса экзамена полностью новой, повторяющихся из прошлых лет нет. Ведь над заданиями государственной итоговой аттестации работает целая группа высококвалифицированных экспертов. Съемочная группа на Уорольской обещательной компании дежурила сегодня в 54-й школе, и девятиклассники делились своими впечатлениями и эмоциями от экзамена прямо на выходе из аудитории. Ну все, теперь уже можно дать воле эмоциям. Как все это было? Ну, было не так сложно, как я думал. Где-то за полтора часа все сделал. А оставшиеся полтора часа что делал? Проверял. Что сейчас хочется сделать? Вот все уже позади. Математику сдал. Поспать. Волновалась. И сейчас волнуюсь. А сейчас-то уже зачем? Результаты. Поднялись, зашли, и все. Сели, решали. Билет легкий попался? Такой. Не очень. Уравнение не смог решить одно. И все как бы. Почему не волновался-то? А еще волноваться-то легко же. Более не менее. Они все похожи, то есть. А, такие уже решали. Да. Мне было страшно. Еще вчера не было страшно. Мне кажется, я сдала. Набрала было. Даже больше, может, чем ожидаю. Мама за меня порадуется. Очень сильно повезло. Там, например, на сайте, когда вот заходил, решил, чтобы, ну, как, чуть-чуть там посмотреть, какие-нибудь задания примерно, чтобы что-то там, там, более сложные были задания, чем даже попались сегодня. Я думаю, это что не обязательно готовиться для того, чтобы сдавать экзамены. То есть это если, ну, ты как умный человек, ты сдашь его так, даже без подготовки. Праздник какой-то устроите дома по этому поводу? Так, а какой праздник-то это? Еще надо сначала все экзамены сдать. Я не мог уснуть долго. Часов до трех, до четырех утра, не ночи. И потом уснул, нормально было. Испался. Сходил в душ и пошел в школу. Билеты не снились? Не, снилось то, что не сдам, а я сдал. Задания посмотрели, да, они легкие какие-то оказались. Там на тройку-то закрытыми глазами можно было сделать. Я и сделал. На тройку? Не знаю. Запомнилось. Графики. Я их никогда не умел решать, вообще никогда не решал, а сейчас решил с первого раза. Сам в шоке. Приметы какие-то были в эти дни? Как пойти на экзамен и удачно его сдать? Не, молитву. Молитва только. И крестика. По инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» стартовал Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». В конкурсе могут принять участие ученики 6-11 классов общеобразовательных учреждений городов системы «Росатом». Для участия необходимо представить творческую работу, видеоролик, интервью с представителями старшего поколения. Героем работы может быть родственник, знакомый и представитель старшего поколения в возрасте от 50 лет, проживающий в городе Госкорпорации «Росатом». Городской этап проходит до 15 августа 2016 года. Жители некоторых многоквартирных домов, находящихся на улицах Мамина Сибиряка, Стахановской, Уральской и части домов улицы Первомайской организовали инициативную группу по созданию товарищества собственников жилья. Вчера прошла встреча, на которой идейные вдохновители этой инициативы представили все плюсы ТСЖ. На собрание пришли жители нескольких домов, которые предлагается объединить в одно товарищество. Также были приглашены представители управляющих компаний и комитета по ЖКХ администрации города. То есть идея очень интересная. Чем она интересна? Идет инициатива снизу. То есть жители конкретно, да, хотят изменить способ управления, предлагают своим соседям создать юридическое лицо на ограниченной группе многоквартирных домов. В чем плюс этого способа управления? Это когда на доме есть реально заинтересованные собственники. То есть место жительства одновременно является местом работы. Администрация эта идея в полной мере поддерживает. Выбор за собственниками. То есть здесь нужно определиться, доверяете ли вы новой команде создать на вашем доме товарищество собственников жилья. Примеров создания успешных ТСЖ по стране Свердловской области достаточно много. Ведь основные решения по содержанию дома принимают сами жители. Они сами решают, какой тариф устанавливать на текущий ремонт дома, благоустройство прилегающей территории. И собственники сами решают, с какими организациями для нормальной жизнедеятельности дома заключать договоры. Прямые договорные отношения заключаются и с ресурсоснабжающими организациями. Идея эта родилась не на пустом месте. Инициативная группа, проведя расчеты, пришла к выводу, что участники ТСЖ смогут реально снизить плату за жилищно-коммунальные услуги. Мы можем экономить на обязательных взносах, то есть те, которые у нас идет, текущий ремонт и обслуживание дома. Где-то, мне кажется, это слишком завышенные цифры. То есть платить тысячу с лишним рублей в месяц за то, что ничего не делается в твоем подъезде, а только за бумагу, еще за что-то там. То есть бумага А4, ракетное топливо управляющей компанией, еще какие-то моменты. То есть не нужны абсолютно деньги. Вот. Ну и, наверное, самое главное, то есть это привести наш район, да, то есть вот этот, в котором уже достаточно долго с рождения, можно сказать, живем, да, то есть привести его в надлежащий вид. Вчера жители этих домов только начали узнавать, что такое товарищество собственников жилья. И многие скептически относятся к созданию товарищества. Но инициативная группа собирается и дальше проводить собрание и убеждать собственников в плюсах ТСЖ. ТСЖ, наверное, надо создавать в городе, и не только у нас, не только в нашем районе, возможно. Но вопрос этот вот так просто выйти и решить, ребята, давайте, я считаю, что мы не готовы. Что еще раз надо собираться, собрание еще раз, потому что мало народу. Из 20 домов чего пришли, капля. Вот, надо побольше народу, чтобы уже прямо решительно. Просто как вы относитесь к инициативе создания ТСЖ? Отрицательно. Ведущего? Ввиду того, что управляющая компания Новоуральская, которая занимается управлением моего дома, справляется со своими обязанностями, на мой взгляд. Между тем, в Новоуральске активные жители многоквартирных домов могут оперативно и действенно решать проблемы. В другом районе города, на улице Ленина, дом 144, жители самостоятельно решили проблему с автомобилистами, которые, решая сократить время в пути, проезжали через их двор. Проблема с тем, что вечером, когда в садик едут за детьми родители, очень много молодых родителей, они гонят с такой скоростью, но не соблюдая правила. И у нас дети здесь гуляют. И утром также не проехать на машине, не выехать из нашего двора. Потому что они тут едут чередой, чередой, чередой. Вот такие проблемы. С разрешения администрации города жители на собственные средства установили полусферы, препятствующие сквозному проезду через их двор. По решению сегодняшней комиссии будет установлено пешеходное ограждение и знак «Кирпич». Въезд запрещен. Данное мы уже предложение вынесем на очередное заседание комиссии. Оно будет 8 июня. И я там думаю, что будет уже затвердено это решение. И определены уже сроки выполнения работы. Территория эта придомовая является собственностью жильцов этих домов. И они вправе сами распоряжаться своей собственностью. Поэтому принятые им меры были законны, мы считаем. Единственное, что это временная характерность меры. Мы все-таки рассмотрим на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос об установке ограждений и соответствующих дорожных знаков, запрещающих движение. В этом дворе благодаря инициативной группе и желанию сделать комфортной жизни в своем доме родители с меньшей опаской могут отпускать детей во двор. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня 2016 года включительно проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва Новоуральского городского округа. Телефоны для справок вы видите на экране. Новоуральцы отпраздновали День предпринимателя. Этот всероссийский праздник достаточно молодой. По указу президента России он появился в 2007 году. Несмотря на это, у новоуральских бизнесменов появилась хорошая традиция в этот день собираться вместе. В этом году праздничная встреча прошла по-семейному в Доме культуры Уральского электрохимического комбината. Тему продолжит Наталья Ребрищева. День предпринимателя для новоуральцев – это не только праздник, но и хороший повод собраться вместе, поздравить лучших и заслуженных бизнесменов города, обновить старые контакты и завести новые, да и просто провести вечер в компании единомышленников. У нас уже стала доброй традицией встречать День предпринимателя, несмотря на то, что этот праздник достаточно молодой. Но часто мы слышим критику в адрес предпринимателей. Есть один день в году, когда все их хвалят, поздравляют. Это очень приятно. Новоуральцы идут в бизнес. Сложная экономическая ситуация в стране их не страшит, а некоторых вынуждает. Как Елену Бояркину. После сокращения на комбинате она занялась бизнесом, о чем не жалеет. Открыв первую точку общественного питания, сейчас развивает сеть экспресс-баров. Не страшно начинать в такие сложные экономические времена? Интересно. Наоборот, не страшно, а интересно. Поначалу были сомнения, но сейчас уже с февраля месяца работаем, видим, что есть прогресс, видим, что есть интерес у населения. Если Елена только начинает свой путь предпринимателя, то Сергей Кокорин в бизнесе почти 20 лет. И даже не кризис, а современные тенденции IT-технологий и век гаджетов заставляет каждый день думать о выживаемости книжных магазинов. Книжный бизнес теряет свою аудиторию, потому что активно развивается сфера интернета, пиратские контенты, можно скачать. Любители бумажной продукции остаются. Хрустит книжка, пахнет типографской краской. На официальной части праздника лучшим бизнесменам вручали награды, благодарности и благодарственные письма. Начинающие предприниматели, которые прошли обучение в молодежной бизнес-академии и представили на суд-жюри свои проекты, получили дипломы и награды. На праздники вручались и членские билеты торгово-промышленной палаты. Специальный приз партнер фонда Денис Комарухов вручил Новоуральской вещательной компании. Новоуральская вещательная компания всегда сотрудничает и с фондом поддержки малого бизнеса, и с предпринимателями. Всегда всех приглашаем приходить, рассказывать о своих предприятиях. Я должна сказать, что сейчас действительно тяжелые экономические времена, но город поднимается только развитием экономики. Поэтому сегодня, как никогда, мы готовы быть вместе с предпринимателями. Предпринимательство в России развивается, констатировал на встрече глава округа Владимир Машков. Несмотря на тяжелые банковские кредиты, ведь ставка рефинансирования достаточно высокая, и банки не могут давать деньги под 2-3%, как в Европе. Да еще санкции Евросоюза и непростая экономическая ситуация в стране и в мире, в период которой малому бизнесу выживать непросто. Тем не менее, бизнес работает, развивается. В первую очередь в сфере торговли, бытового обслуживания, оказания различных услуг. Ценны люди и предприятия малого и среднего бизнеса, которые сегодня работают, несмотря на все перипетии. У нас, скажем, оборот торговли в среднем 16 миллиардов в год. Работа по вхождению Новоуральска в федеральную программу тор «Территория опережающего развития» ведется ежедневно и на уровне города, и на уровне области, и даже федерации. Если наш город войдет в эту программу, то предприниматели пойдут к нам, хотя бы потому, что здесь для них будут налоговые преференции. О важности и необходимости вхождения Новоуральска в тор во время интервью Новоуральской вещательной компании говорил и Александр Харичев, начальник управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом». Почти 12 тысяч новоуральцев сегодня трудятся в малом и среднем бизнесе. Это только официально. Достижения наших предпринимателей ежегодно мы видим на выставке «Инна Новоуральск». В прошлом году она поменяла свой формат. Это был первый инвестиционный форум. По традиции «Инна Новоуральск» проходит осень, а пока ведется подготовка к «Иннопрому-2016». Он пройдет в июле на площадке «Екатеринбург-экспо». Российско-индийское сотрудничество. На выставку уже заявилось около пяти тысяч иногородних и иностранных гостей. Гостиницы «Екатеринбурга» уже заполнены. Кстати, право представлять уральский регион представлено только трем городам Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил и Новоуральск. Для нас это показатель уважения к нашему городу. Сегодня поздравляем наших предпринимателей, потому что они самые нам близкие, самые красивые, самые работящие. Фонд развития предпринимательства был создан в Новоуральске в 1992 году с целью создания благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего бизнеса на территории города. Кстати, если вы не бизнесмен, а только планируете и у вас есть идея, до 17 июня фонд поддержки предпринимательства принимает заявки и оказывает первую необходимую помощь. Адрес фонда – Лева Толстого, 2А. Наталья Ребрещева, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Экстренное предупреждение по сообщению территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области с 31 мая по 2 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы – 0,5 градусов. Завтра – Международный день защиты детей. В Новоуральске в Солнцепарке пройдет вечером большой праздник для всех горожан, но главные на нем все-таки, конечно, дети. О том, какие сюрпризы ожидают гостей парка, смотрите далее. С летней погодой в Новоуральске в Международный день защиты детей будет сложновато. 30-ти градусной жары и тепла, как такового, на завтра синоптики не обещают. Прогнозируют небольшой дождь. Но если даже так и будет, когда погода портила ребятам настроение, если их ждут в Центральном парке культуры и отдыха. С 17 до 18 часов. 1 июня. В Солнцепарке. Городской праздник. Развлекательная программа с участием творческих коллективов Новоуральска. Аттракционы, игры. В общем, в Солнцепарке, как всегда, будет интересно. Детство бывает только раз в жизни. Родители, семья – это те люди, которые дарят детям тепло, дарят им любовь. Удачный случай, удачный день будет завтра, 1 июня, когда дети могут прийти в парк и получить ту любовь, то тепло, которое подарит им и художественные коллективы города, и мы со своей стороны. Завтрашний праздник для ребят в Солнцепарке будет богат на приятные неожиданности. Об одном сюрпризе непосредственно во время праздника узнают школьники. Сюрприз номер два. Завтра в Солнцепарке открывается новый аттракцион «Веревочный парк». Все дети любят ползать, лазить, высоко лазить. И я думаю, что им будет очень интересно здесь. Я сам попробовал, где-то даже и страшновато, а где-то и интересно. То есть дети могут попробовать свои силы. Здесь можно будет проходить этот аттракцион со временем и на время, то есть улучшать свои показатели, улучшать свои физические возможности. Родители, не беспокойтесь. В плане безопасности, как уверяют организаторы аттракциона, здесь все продумано. Опытные инструкторы обучат каждого ребенка, как проходить дистанцию. Инструкторы же будут следить за каждым в оба глаза. Ну и без страховки никого на трассу не выпустят. Для безопасности одеваем страховочные штанишки. Все, вперед. На данном этапе имеется двойная страховка, то есть одна полностью непрерывная, которая начинается в начале маршрута и кончается только уже в конце. в начале, когда я первый раз тут пошел, было страшно, но сейчас вот уже полюбил этот городок и сейчас вот уже ходить вот это хорошо, прикольно. Я научился тут быть смелым. Самый интересный этап вот это вот прокатиться вот тут на роликах. Ольга Бертья, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Новое событие в культурной жизни Новоуральска. Театральный фестиваль закрытых городов передал эстафету другим знаменитым артистам. Новоуральск во второй раз посетил лауреат международных конкурсов солист Московской государственной филармонии Гайк Казазян. Солист Московской государственной филармонии Гайк Казазян в Новоуральске второй раз. Впервые в декабре 2014 года он приезжал с концертом «Голос скрипки Страдивари». Новоуральцы до сих пор вспоминают виртуозную игру на скрипке. И вот еще одна удача и возможность побывать на концерте у известного музыканта, который выступал в Карнеги-холл в Нью-Йорке и многих других залах. Кстати, Гайк Казазян в 2014 году был первым, кто поддержал в Новоуральске акцию «Народный орган». Тогда шутя сказал музыкант «Приеду в следующий раз, может, у вас уже будет стоять орган». Так и случилось. Я, честно говоря, как-то верил. Думаю, а вдруг получится. Действительно, может получиться. Почему бы нет? Сейчас, мне кажется, в стране много хорошего происходит в этом направлении. То есть где-то какие-то рояли новые покупают, залы открывают, строят новые залы. Поэтому я вполне верил, что это может получиться. На первом концерте в Новоуральске в 2014 году Гайк Казазян играл на легендарном инструменте. Это скрипка Антонио Страдивари. Сейчас она в хранилище государственной коллекции. На этом концерте музыкант со своим инструментом. Но музыка остается музыкой. Даже на таком инструменте в руках виртуозного исполнителя. А на легендарном инструменте Гайк Казазян играл в 2015 году на международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. Конкурс, конечно, очень сильно закалил. Я просто поиграл на... Вот, кстати, на той же скрипке, с которой я к вам приезжал. Вот на этой скрипке я играл. Я поиграл на потрясающем инструменте такие вот, можно сказать, два-три сольных концерта, потому что это огромная программа, часовые, это и есть сольный концерт в таких прекрасных залах. И я понимал, что меня слушают все. Это, вы знаете, такое особенное чувство. В концертном зале детской школы искусств звучали шедевры виртуозной музыки в исполнении Гайка Казазяна. Партию фортепиано исполняла лауреат международных конкурсов Анастасия Нестерова. Такой подарок на закрытие концертного сезона преподнесла нашему городу культурно-просветительская программа «Территория культуры Росатома». В зале школы искусств звучали известные музыкальные произведения. А на бис прозвучала Аве Мария Франца Шуберта в исполнении ансамбля скрипки и новоуральского чудо-органа «Йоханус». Наталья Ребрещева, новоуральская вещательная компания. В детской художественной школе начала работу выставка художественной фотографии члена Союза журналистов России, начальника управления по печати и массовым коммуникациям департамента информационной политики губернатора Свердловской области Дмитрия Витошкина. Свои работы Дмитрий Витошкин делает и на смартфон, и на фотоаппарат «Кэнон». Героями его работ становятся природные явления, животные, но больше всего автор любит фотографировать людей. Людей лучше всего снимать в эмоциях. Я не люблю портретные снимки, потому что это в любом случае человек позирует. Он человек неестественный в этом смеетесь, становится. А когда человек просто что-то делает, я как бы его ловлю издалека, ловлю в хорошем смысле этого слова, здесь все непритворно, здесь все на лице написано, все эмоции, все страсти. И когда видишь вот сам свои снимки потом, ты просто вкладываешь в эти снимки уже немножко другой смысл. И каждый раз видишь в этих снимках что-то новое. В детской художественной школе экспонируется 32 работы, 7 из которых широкая публика видит впервые. Еще одна особенность в этой, второй по счету выставки, напомним, первая прошла в областном доме журналистов, это то, что каждая фотография имеет яркое название. Со второй своей фото-выставки здесь, на Уральске, я подошел немножко уже с творческой составляющей, да, сделал подписи. Ну, а подписи, ну, опять же, это спонтанное, мое видение того, что я отображаю вот в той или иной фотоработе. Пусть, да, где-то это статы, какие-то такие уже ходовые, пусть это какое-то одно слово, к которым сказано все. На открытие выставки «Остановись в мгновение» собрались друзья, коллеги автора и навуральские фотографы, которые в этих работах нашли интересное и для себя. Интересные сюжетные композиции, вот, надо сейчас досмотреть главную выставку, очень понравилось, в принципе. Особо импонирует обилие документальных фотографий, с каких-то событий, с праздников, с, я не знаю, вон обычной деревенской улицы. В них есть некое дыхание, вообще в репортажной фотографии цена тем, что в ней есть, а не просто документальность, а некое дыхание жизни. Вот здесь вот она вот присутствует. И мне особо импонирует, наверное, именно вот это. Далее наш эфир продолжит программа «Культурный акцент», о прошедшей в конце мая в Новоуральске акции «Ночь в музее», в которой присоединился не только Новоуральский историко-краеведческий музей, но и театр музыки, драмы и комедии, организовав для горожан таинственную ночную экскурсию в театральное закулисье. Не переключайтесь. Хорошего вам вечера. И главное, помните, Новоуральская вещательная компания с вами всегда. Тройной W. Новоуральск.тв. Новоуральск.тв.